Водители вновь столкнулись с заторами на дорогах, которые образовались в результате выпадения снега. У проблемы есть как минимум две причины. Это уборка осадков и ДТП, вызванные изменением поверхности дороги. Разберемся с первой. Снегоуборочные машины и их водители были переведены на круглосуточное дежурство еще с октября. Во время выпадения незначительных осадков в течение нескольких дней дороги посыпались пескосмесью. Сегодня в 4 утра началась основательная уборка снега. Правда, во время съемок этого сюжета ни одной снегоуборочной машины мы так и не встретили. После того, как увидели, что пошел снег, машины вышли на опасные участки. То есть по одной КДМке сначала оперативно вышли и затем сформировались колонны, которые проехали по всему городу и просыпали весь город. Если снег под колесами коричневый, это первый признак того, что поверхность обрабатывали. Для многих горожан остается загадкой, почему дороги не убираются в Рязани так досконально, как люди этого хотят. Ответ найден. 28 комбинированных дорожных машин, пескоразбрасыватели. Сейчас в городе в работе 18. 180 человек мобилизовано для уборки тротуаров. И 8 тракторов, которые также чистят тротуары щетками. Для нормативного содержания, чтобы, как в Москве, снег прошел и в течение двух-трех суток они все вывезли. Нам нужно еще в 4 раза больше техники, чем у нас есть. То есть у нас всего сейчас несколько вот этих золотых ручек, которые собирают снег. Их там нужно в каждый район по 4. А у нас их там 2 или 3, что ли. Население Рязани более чем полмиллиона человек. Дороги в городе имеют протяженность 200 километров. С поселками, такими как Соколовка и Дягилева, 600 километров. Как эту территорию могут убрать 18 машин? Как система будет работать зимой, неизвестно. Затронем другую проблему – ДТП. В утренние часы сегодняшнего дня произошло 8 аварий. В них погибло 2 человека. 10 пострадали. Еще 50 ДТП были связаны с механическими повреждениями. Одна из аварий, которая привела к летальному исходу, случилась в Касимовском районе. 37-летний водитель, управляя автомобилем Рено Логан, не справился с управлением и совершил съезд в Кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия смертельные травмы получила пассажирка, которая находилась на заднем пассажирском сидении. Она скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Другая авария случилась на 281-м километре дороги Р-132. 28-летний водитель, управляя Нивой, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос, выехал навстречу, столкнулся с грузовиком. В результате получил смертельные травмы. Еще одна авария произошла на дороге М6 Каспий. Два автомобиля на летней резине столкнулись между собой. Обошлось без жертв. Трое человек получили травмы. Так что управление ГИБДД еще раз напоминает о необходимости смены колес, соблюдении дистанции и интервала на дорогах, отказа от рискованных маневров и быстрой езды.